Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 351. События дня. Как эпиграф, это чтобы не дружили с миром. Выбранные места. Якова 4.4. Еще ничего не сказал, а уже дал кличку им. Никого не судите. Этими словами, фактически-то осудил он не одного человека, а на тысячелетие вперед. Почему в упректе ему не ставят это? А почему? Это в соответствии с действительностью. Если сказал Господь, сам говорит, безумные. Неоднократно, 23 главе Иоанна Геотмарфея. Безумные. А говорить безумные не говорить. Да говорить можно, но только где? Надо знать. Брата твоему обиделся, там не так сделал. Даже слово бессовестное, и то опасно сказать. Безумные. Иоанн Затауз говорит, безумнейший из безумных. Кто? Атеист, коммунист, который не верит в Бога. Не только безумные, можно сказать, а даже безумнейшие из безумных. У них ведь тоже оградация какая-то есть. Не знаете ли, что дружба с миром есть враждан против Бога? Он с кем? С прихожанами разговаривает? Или блудилище какое-то устроили? Законные мужья. Какие законные? Не венчанные, это само собой понятно. Так у него жена, с которой венчан. А ты кто? А я ему не изменял. Люди 5 лет, 10 лет, 15 лет жили в блуде. И что, это узаконено будет? Так а у нас дети? Ну дети свидетели разврата, родители и все. Но святый с прелюбодеем жил, он жене изменял. У него семья, не одна. И что? Ну вот тут в это-то входит-то сколько? А имею в виду и духовная измена Богу. Разные секты. Чисто 16 глава. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Дружба с миром. То есть мирские привычки, навыки. Смотришь, христианская семья. Вот они эти в интернет выставлять надо. Молоденькие девчушки там. Что она выставит туда? Зачем, во-первых, лезет она? Уже разворачивается боком. Ногу перегнет, чтобы зад у нее выставился впереди. Что-то у нее там, бугорки какие-то появляются. И вот она теперь себя поставила. Разве верующие может взять? Разве хоть одна мусульманка выйдет это делать? Образец. Да нам до мусульман как хлебать да не дойти. Шагать да не добраться. И правильно говорит отец Дмитрий Смирнов. Здесь будут жить другие люди. И вот языки высовывают, стоят. Ужас какой-то. Раздетые. Без платка это уже определенное. Нужны никакой нет. То есть что, из дома черпают? Почему не следят за ними? Прелюбодеи растут и прелюбодейцы. И тогда удивляться не надо, почему мусульмане так строго смотрят за этим. Нигде ни на шаг. Ни разу. А это они сами делают. А потом, что общество смерти какое-то найдут. Стреляют друг в друга. Сейчас он там из Пскова еще говорят. Прелюбодеи враждует против Бога. Враждует, первое, счет родители. Что детям позволяет это. И вот она выставляет, а там ничего нет. Она выкручивается, стоит где-то на дерево лезет. Одна. Чуть-чуть прикрытое тело бывает. И в брюки залезет. Но это уже прелюбодейство. В домах. А в храм придет, уже оденется по форме. Причастится опять на свои подвиги. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. У тебя от мирских-то ничем не отличишь. А если бы ты вышла, даже фотография стояла бы. С разрешения родителей. Одетая. Длинное платье. Все тело закрыто. В платочках. По церковной форме. Но это не выставляет это. То есть это ей не нравится. Это ей не нужно. Ей надо к миру. А мир поглотит тебя. Машкара. От тебя ничего не останется. Даже не заметит никто, что ты была. Это за 27 ноября 2016 года. За воскресенье. Ну а дальше. Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви очень. Он даже тут и то любовь поставил. Любит мир и любить Бога это несовместимо. Не можете служить Богу и мамоне. На сегодня спроси-ка. Спроси в церквах-то, священнослужителя, архиерея. И кто мамоне не служит-то? В одни эти разные, как он патриарх их раскурочил. Игумены, игумены. Сколько жире всего на этих жезлах своих навешали. Ценности какие. Изъятие церковных ценностей. А почему изъятия церковных ценностей не было у баптистов? Советская власть. А что изымит? Еще нет голой стены. Украсили. Украшали, украшали и вешали жертвой для иконы. И на икону повесили. Иконе это надо, она мертвая. Тому, кто на иконе изображен, до него это не доходит. А кому? Попало в руки опять же. Соросы приехали здесь. Кто помогал революции делать? Это несовместимо. Если ты проповедуешь людям и говоришь о Христе, ты должен быть такой же бедный. Вот я сегодня прочитал в интернете. Ты не можешь быть другим. Говоря о жертвенности, ты должен посмотреть, а ты как? Откуда? Как на храме Христа Спасителя кто жертвовал? Да что жертвовал-то? От грабленного волосинку отщепнул. Ибо все, что в мире, похоть плоти, это похоть плоти. Фотографии свои выставляются, разворачиваются, стоит, фотографируется. Все по-мирски. А то мирское поколение растет. И поэтому тут не может быть, чтобы была мирная обстановка. Тут придет кто-то другой и будет жить. Похоть очей, гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего. Им божественное не нужно, они интересуются. Так а тогда будут на даме смеяться. Ну, когда вас Бог изберет, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Ну, я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. А их ненавидит? Нет. Они уже ознакомятся, заочно, сами переписываются, начинают. И дальше что? Дальше-то ничего нету. Ничего не знают. Как бессловесное животное. Что знают, тем расслевают себя. Как бычки, телки там скачут друг на друга. Я передаю вам слово твое. А если ты его не взял, не передал. Мир возненавидел их. Вас мир любит. Давай знакомиться, переписывается. Приедет, познакомиться надо. А кто? Никто. Потому что они не от мира. Кому передал-то? Как и я не от мира. А это мирские люди. И дальше два, три ролика посмотреть. Вот посмотрите, какие. Мне очень нравится, как эпиграф. Один служитель московской патриархии сказал, семинарий Духовной Академии мне дали очень много. А что далее? Я научился так врать, что и сам в это верю. Это абсолютно точно. Вот что, крещение. И измусолили слова эти. Да вот это то. Да это что-то миква. Какая миква там все это узнали. Да какие микви-то тебе, когда на Иордане крестились, где много было воды. А вот скамейки обмывали. Вообще. Даже не назовешь никак. Никакие. А вот сам он распуфырится, на нем ряса, крест болтается. Да ты никто на кресте-то изображен. Посмотри, поп. Куда ты людей ведешься? Вся Россия-то некрещеная. Причищается все подряд. Вот где дружба-то с миром. Мирские люди приходят, он их друзья. Попробуй не причасти. Он ему деньги жертвует. На строительство храма. На строительство храма одна десятая идет, остальные воруют. Воруют. Я откуда знаешь? Да оттуда я знаю. У меня родная сестра работала в храме. И она видела, когда пожертвования на храм начинают распределять, считать. Они прям тут же хватают и за пазуху себе в карманы. Здесь же сразу. А староста? А староста, когда деньги сложили на храм, он схватил, говорит, и побежал. Побежал с этой. И кто это говорит? Патриарх Алексей Второй Дроздов. Или как? Ридигер его. Это КГБская кличка Дроздов. Он говорит, каких бандитов на принимали церкви. Да на семя посмотрите. Кто бандит, и бандитов и принимают. Друг от друга. Это недалеко, говорит, яблоня падает. Как такой мог быть там? Схватил сумку и убежал с деньгами. И это патриарх говорит. В церковных ведомостях я показал, где это он сказал. Трусость и корысть. Болезнь страны в церкви. Вне церкви нет спасения. Это я один ролик назвал, он будет здесь. Дмитрий Абросимов. Доброго здоровья, Игнатий Тихонович. Получил ваши книги. И теперь с большим воодушевлением начинаю изучать их. Молю Бога, чтобы открыл мне ум для разумения всего, что в них написано. И благодарю вас за труды. Так. Это вот теперь надо в кавычки тут поставить. Это другое. Это кто, говорит? Абросимов. Абросимов Дмитрий. Он получил книги. Я говорю, кто получил книги, обязательно мне вышлите. Вот он стоит. Фотографию. Это получил Новый Завет. Полное толкование с откровением. Впервые за 2000 лет в одном, чтобы издание, вместе с откровением, с опровержением самых современных сектантских разумений, измышлений. По Блаженному Пепелакту. Каждая книга 752 страницы. В последнее время много спрашивает. Книги-то кончаются уже. И с закладками. Как они выглядят. Это книги. С большой буквы книги. Вот он прислал. Видите, как одет. Как у него воротник. Вот так женщины должны, чтобы воротник был. А не так вот здесь разрезано. Обязательно, чтобы вниз было все видно у ней. Вот он одетый как. Без бородой. Нельзя никаких, без всяких темных очков. Вот так должен человек быть одет. Христиане. Фамилию. Он не боится поставить имя свое. Можно помолиться за него. Вот он сказал, а тут же его показали. Получил книги ваши. Ну вот если я сегодня только об этом говорил. Он получил книги ваши. Судит. Дела-то о нас говорят больше, чем слова. А вы сектант. Вы псевдоправославные на меня. Я говорю, нет. Я православный. И вот сегодня мы считали утром. Мы каждое утро после моления считаем священное писание с толкованием Боженного Фефилакта. И 10 главу сегодня считали. И вот сегодня считали, я припомнил, сектанты все, юридики. Они 11 книг выбросили. Не канонические. Они их называют не канонические. Апокрифы. Любая бабка сектантская знает апокрифы. А она видела апокрифы. Нет. Она искала истину. Это покинут. То есть Бог бы обязательно сердце положил. Посмотрите, какое там толкование. Почему они так говорят. А почему их выбросили. И был праздник обновления, была зима. Это 10 глава, 22 стих Евангелия от Иоанна. Прочитайте это. Ну и объясните, что означает праздник обновления. Нет нигде. А ссылка дается. Первая Маховейская, 4.59. А первая Маховейская, это не каноническая книга. Христос знает. Еврейский народ знает. А сектанты не знают. Ну объясните этот стих. Не обходите его. Это приговор. То есть на неканонические книги не просто ссылались святые отцы. А по ним указан праздник, который светлый праздник называется. Обновление храма. Вернулись из плена. Как они радовались. Жертвенник заново осветили. Но радовались люди. Вот перестройка началась, и храмы стали возвращать. Сколько было радости. Народ собирался. Ремонтировать бросились. Вот это состояние было там. И это мы видим из неканонической книги. Каноническая. Зачем бы на неканоническую обращалась-то? Это мои слова. Убедят кого-то из сектантов, чтобы они считали неканонически? Да нет, конечно. А почему выгодно? Потому что там они находят себе обвинение. Вот смотрите. Ну я не говорю, кто там в конце будет это. Мы научились. Двоеточие. Давайте разберем по порядку. Что мы научились православные? Ставить свечи. Научились. И делать аборты. Научились. Освещать вербы. Научились. И разваливать свои семьи. Строить церкви. И жить в блуде. Прикладываться к иконам. И оставаться глухими к чужой беде. Ходить в храмы. И тиранить своих домашних. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, что нет. Недолго. А если выход? Конечно. Конечно. Выход есть. Пора прекращать жить по совести. Надо начать жить по Евангелию. Это сектант какой-то говорит. Люди тут не знают. Кто сказал? Кто сказал? Это же что же? Это церковь нашу поносит. Да у нас храмы строят. Да то другое. Да это какой-то еретик говорит. Как так? Научились ставить свечи. И делать аборты. Да абортисты больше половины в храме стоит. Освящать вербы. Но освящают. Все приходят. И дальше разваливаются и семьи. Какие? Ну не покорилась жены мужу. Вздумала она. Схватила тряпку и убежала к родителям. Это что, вера такая? Где вы это видели? Какая мусульманка убегала от мужа? Я пример беру живой. Где вы это видели? Чтобы она командовала мужем. Давила его. А мужик уже где? На ее стороне власть. Разводятся дети ей. Она их не воспитать, ничего не может. Это уроды будут расти. Уродливые. Так. Строят церкви. Строят, да. Сами живут в блуде. Прикладываются к иконам. Действительно. Прикладываются. И оставаются глухими к чужой беде. Какое сравнение дается? Ходить в храмы, да. И тиранить домашних. А то развалят домашние храмы. Конечно. Пора прекращать жить по совести. Надо начинать жить по Евангелию. Потому как оказалось, что на совесть нашу положится совершенно невозможно. Пора прекращать верить в душе. Я говорю, это открытое. Верить тайно в душе. Я в душе верю. Это открытое предательство. И по-своему. Потому что кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе, и быть теплоодетым в душе, почему-то никто не хочет. Видите как? Пора наконец вспомнить слова Христа о том, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Волю исполнять. И сейчас только скажи, как надо исполнять. Ой, хвалитесь, вы говорите, а с тебе ничего не буду говорить. Только поговорю, что это правильно все. Матфея 7, 21. Заметьте, через запятую. Если через запятую, то это означает, что православность сказала. Они даже не могут главу от стиха отличить. Говорит правильно. Мы слишком рано обрадовались возрождению веры. И слишком быстро забыли, что иная вера хуже безверия. И что Христа распяли отнюдь не атеисты. Вообще здорово как. Но это явно говорит какой-то враг церкви. Когда-то против церкви можно так говорить. Так понимают. Смысл веры во внутреннем преображении человека. А если такой цели не ставится, то вера быстро становится ханжестом и рецемерием, либо просто ритуалом, призванным убедить человека, что он духовный и верующий. Мы должны осознать, что добрых людей в мире подавляющее большинство, но все они слишком заняты собою. Помогают не добрые, а неравнодушные. И именно такими неравнодушными нам надо стать. Если ничего не изменится в нашей вере и в нашей жизни, то слишком много горьких библейских пророчеств об израильском народе нам придется изведать на собственном опыте. От чего-то избавит нас Господь. Кто говорит? Схиархи Мандрит и он в Одесске. Я с ним встречался, мы у него в келье были, молились, но ночевали у него там. Я его знаю. Очень хороший батюшка был. Тогда у меня был еще Схиархи Мандрит. Вот это вот. Говорить нельзя было. Мы были в советские времена у него там. Как он там устоял это вообще. Вот, пожалуйста, просчитайте его раз, другой, третий. Я его оставлю еще на следующий день. Дальше. Абва Пимин сказал, что пользуется всегда чужой дом и разрушая свои собственные. А о чем это? Мы все очень любим учить, и когда учим другого, начинаем раздражаться, потому что слово наше без власти, и нас никто не слушает. Какой смысл в таком учении? Вот прямо. Мне говорят, а что вы учите? А почему вас священники слушают? Вот потеряевки были. Да вы же мирянин. Но то-то и удивительно, что мирянина слушают. Слушают, потому что сердце открывает Бог. Ты раздражаешься, у тебя нет терпения. Значит, пока ты учишь, ты грешишь. А раз ты грешишь, ты разрушаешь собственную душу. Тогда какой смысл тебе спасать другого, если в то время, пока ты его спасаешь, ты рушишь свою собственную душу. Поэтому святые отцы так и заповедовали, как апостол Павел говорит, не многие становитесь учителями, потому что из-за этого подвергнется большему осуждению. Это Павел сказал? Это разве Павел сказал? Ну-ка, давайте проверим. Ну, раз православный говорит, то кто сказал про Таией Дмитрия Смирнов? Ну, это вообще многие делают учителями. Яков, что ли? Ну-ка, посмотрим. Кто это Павел сказал? Ну-ка, посмотрим давайте. Так. Ага. И Яков он перепутал. Ну, да. Вот оно где. А если где-то у Павла? Ну, сейчас посмотрим. Что слышал от меня при многих свидетелях нету. Но и мне нету нигде. Ну, батюшка православный, ему это сойдет. Вот оно где. Братья мои, немногие эти делайтесь учителями. Знаю, что мы подвергнемся большему осуждению. Но он сказал неправильно. Неправильно не на того. Но если бы сказал Мирянин, это понятно. Но это говорит священник с таким именем. Его кто-то подправит? Во-первых, нельзя подправлять. А во-вторых, никто и не знает, что подправлять. Ну, Павел и Павел. Вот он говорит. Апостол Павел говорит. Я подчеркну. Апостол Павел говорит. Говорит ли он Павел? Мы сейчас убедились. Не говорит. Так плохо ли? Да неплохо. Но, однако, вот такое дело. Немногие делайтесь учителями. Вот так. Посмотрим здесь. Выделим. И закруглим. Вот то, что за вчерашний день пришлось на меня, как говорится, наткнулись эти слова. Ну и наши ресурсы. Сергей Раб Божий. Я бы прочитать. Тут пока говорил, он вышел. Посмотрим, что он пишет. Слава Иисусу Христу! Вот он сейчас выйдет. Это долго у меня тут открывается. Ну, сейчас делаешь. Нету? Смотрите, как думал, что откроется сразу. Он не открылась. Ну, не знаю. Тогда еще сказать. Ну, мой мир может... Ну, сейчас я постараюсь. А, вот она. Здравствуйте! Опа! Сейчас мы посмотрим. Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Это о программах. Помолитесь обо мне, Игнатий Тихонович. Благослови Господи, Ваш труд на благо всем. Здоровья Вам, Игнатий Тихонович! То есть, печатать. Вот он говорил про это. Видите, невероднодушный. Кажется, тоже получал книги. Даже можно узнать это. Ну, да. Судельческий журнал, Пахрок. Я вам много уже писал. Давно переписка идет. Ну, вот такое дело. Что мы говорили? В моем мире. Тут что-то Чубайса. Чубайса. Видите, какие данные узнаешь здесь. В 1968 году субмарина США отправилась в секретную миссию в СССР и не вернулась. Вот. Вслед за Улюкаевым в громкую историю попал Чубайс. После ареста его в России разгорелся новый скандал. В офисе Роскану несколько дней назад состоялся обыск в связи с расследованием дела о растрате одного миллиарда рублей. Ну, вот тут не миллиарда. Тут несколько десятки миллиардов долларов. Все это умрет с собой, не возьмет. Ничего не возьмет. Это все уйдет никуда. Найдутся, которые при Любонейке тут начнут судиться. Это все время такое. Он судится. Вот этот умер Золотухин Валерий Сергеевич. И все, все жены выплыли. Первая, вторая, говорится. И начинает. Кому что подписал, как делить. Тут погиб у нас в Алтайском крае, был губернатор, сатирик, артист. И вдруг губернатор выдвинул. Ну, никакой, люди говорят, был. А для меня, у нас один раз обратились, он помог. Для нас он был хороший. И вот только умер. И сразу же, первая, вторая, пошли жены в очереди. И начали делить. Где Ваня, кому что. И везде дети остались. А теперь это надо. Незаконное сожитие в производстве детей, которые будут свидетелем разврата против родителей. Дети свидетельствовать будут. А сегодня в панику впадает, когда это скажешь. Ну, как? Когда Писание об этом говорит, да и так понятно. Что тут? Церковь никогда это не одобряла. Вот, ресурс, это мой мир. Вот сюда, если заходите, вот, Игнатия Латкина зарядите. И тут почта есть. Можно. Вот я здесь стою, митрополит наш, алтайский, первые рисунки, серьги. Вчера я нашел, на меня накинули разные тут материалы-то. И вот нашел здесь, смотри, Иларион. Вот он приехал в зарубежной церкви, которого упоминаем за богослужением. И митрополит Сергий, это Московский патриархат, алтайский край, митрополия. Два митрополита стоят. Это где? Ну, терминал, видимо, в аэропорту. Вот они приехали туда, люди разговаривают. А когда они были здесь, и наш отец Аким встретился с ними, вместе были, то они вас там не признают и прочее. Поврежденные люди, миссионерские отделы называются. Люди, действительно, железные сердца, каменные, окаменелые. Они не чувствуют, не понимают. Дух Святой вообще намерто отвергается. Где кто плащет, все, они все истолкуют по-своему. Это вот тот, другой лицемер, тоталитарный. То есть Дворкинская, Блевотиной, все затянуто. Миссионерские отделы, они просто в чан с этой зарубежной Дворкинской Блевотиной. По-другому не назовешь, он их научил. 20 лет травил. А сейчас начинают маленько глаза прояснять все. Вот я показываю, вот два митрополита стоят. Это что, стоит на моей страничке ВКонтакте? Я там не бываю, это поставили модераторы, там администрация работает. В Твиттере там разные названия, и даже названия-то не знаю толком. И дальше у нас православный форум. Очень большой. Во свете Библии, вот написано, во свете Библии. И открытым оком. Вот заходите здесь, 1603 темы. Ну и наш видеоканал. Вот он. Канал большой. Нас системой или умышленно кто-то сделал. Отнесли к средству массовой информации. Почему? Ну больше 5 тысяч. 5 тысяч 438 подписчиков. И просмотров 4 миллиона 523 тысячи. Ну то есть, так видимо у них какой-то предел, за который когда заходишь. У нас 5 тысяч 800 с лишним роликов. А то у нас работает не один же человек здесь. И вот сейчас я посмотрю, что обновление покажет. Вот сегодня поставил 2 часа назад. Вопросы по еврейской теме и иные. Занятия по скайпу. Сейчас полтора часа. Дальше. Как многих напрасно сватают в попы. Оглашенные из иденти. События дня. Вот 4 большие ролика. Если чтобы кто-то может макушки только посмотрит. Ну и самый большой ресурс у нас, постоянный, это православный библейский сайт во свете Библии. Даже гимн один написал во свете Библии. Вот. Нам говорят, вот как заходишь на наш видеоканал, то там краткое мое вступление попросили сделать. Ну кто программисты, кто следит за этим. Кто создал наш видеоканал. А сейчас просят поставить именно гимн сайту. Я понял правильно. А как поставить-то ничего не знаю. Никита, ты смог бы там заменить? Надо посмотреть. Ну посмотреть надо. Ко мне зайди. Сейчас закончим, я тебе отдам и посмотреть. Ну и самое ценное, это у нас вопросы. 4124. Ответы на вопросы. Вот оно справа. И они разбиты на 55 папок. И что интересно, меня всегда просили. Вот у вас вопросов столько. Ну как найти по тематике-то вообще? Ну как? Я говорю, я умру, кто-то займется, сделает. Ну вот. Стали открывать во свете Библии библейский сайт этот. Открытым оком. Надо ставить, как надо по группам. Пришлось самому свои 30 томов открытым оком заново полностью пройти, чтобы выбрать. И распределить на 55 папок. Одному пришлось это делать. Опять. И опять мне 30 томов. Каждый том 752 страницы. Это вообразить даже невозможно. Потом надо цифровать. А цифровать это не просто так, а 50 книг, 2500 часов звучания. И нельзя ускорить никак. 2500 часов. Ужас какой. Это невозможно. И я начал это делать. Ну там может маленько поменьше было. Николай Пальгуев старый маяк 205 отремонтировал. И я начал цифровать. И как? Ну как? Никого нету. Один. Маленько там потом Сергей помог. Тогда еще Егор был. Что-то там где-то. Это что? Оцифровано у меня поставлено теперь. Библия была. Архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Иоанна Златоуста. Начитанные мной. Были раньше. Надо их как это? С катушек-то сюда перевести. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 тома Григория Дещенко. Ну и дальше другое там. Где что было? Есть пленок. Разговоры, беседы с Александром Менем. Работа вообще казалась неподъемная. Сделано было. Начинаю делать и все получится. Почему Господь? А то у меня никогда так не было время тратить на это. Помню, записываю первый день 14 часов. Следующий у меня ушло 16, 18, 20, 22 и последний день 24 часа. Вот здесь вот хожу. Аппаратура работает. Переключаю, переставляю. И опять 24 часа. На ходу дойду, поворачиваюсь. А комната-то, дорожка не падает. Потому что православные, мы привыкли спать стоя в храмах-то. А тут и нужды нету. Я повернусь и стою. А где я нахожусь? Не упал ни разу. Ничего. Где? Ага. Тут шипит техника. А, в Барнауле я. А, тут переписка идет. И опять пошел. До порога дошел. Ну, пять метров. Определенно. Тут есть пять метров. Ну, учитывая, что столу тут шестой метр. И опять хожу. И опять переключаю. И все было сделано. Это Бог так делает. А почему вы себя не бережете? Я вообще этих слов не знаю. Что бережешь? Организм насколько назначен. А вот у меня переживания сегодня паникуют. Переживания дают крепость. А не наоборот. Людей надо охранять. Кто-то что сказал. Доходим в гроб. Живьем ложись. Это другое. То есть ничего не переносит. Да какой ты христианин после этого? Ну, сказали. Браль на вороту невисте. Да теперь подумай-то. Может быть, враги нам лучшие друзья правду сказали-то. Чего от этого умирать? Нет, значит. Не так. Ответь ему. Ну, дальше вступи в схватку. Защити. Мне пришлось много судить. На меня большие организации. ГТРК. Московский комсомолист на Алтае. Представьте. Еврейская организация ВНСР. Пришлось судить. Это их всех вытаскивать. Компартия. Российская Федерация. Это все в суду свидетели. Первые секретари там. Писательский отдел. Профессора там. Университетов. Все против меня было. А я один. И что все процессы выиграл. Все до одного. Как это? Бог. Бог. А вы хвалитесь. Хвалюсь моим Господом. Написано. Хвалящийся. Хвались Господом. Это невозможно. Никаких связей нету. Одиннадцать лет шел в суд. И судился с кем? С КГБ. С городской администрацией города Барнаула. И процесс выиграл. И мне они заплатили вот тринадцать соток и два дома. За то, что меня конфисковали. Поэтому никогда не надо руки опускать. С нами Бог. Покоряйтесь языки. Языщники. И вот здесь точно так. Вот я показываю. Сколько здесь заложено труда. Ну кто-нибудь покажите, что есть. Чтобы я тоже мог прийти. Я никуда не хожу на своих ресурсах работаю. Столько работы. Столько вопросов. Работать надо. А не злиться. Не хватать. Говорит. Везде на меня кидается. Как дядь щукарь говорит. Какой бы бых ни бегал, на меня напорится. Какой бы кобель ни сорвался с цепи, на меня натолкнется. Ну и воскресенье что мы делали? Ну как всегда встаем в 4.40. События дня. Моление в этот день коротенькое. Надежда Васильевна не приходит. Такое уже. Ну раз в воскресенье. К ней рано люди приходят. Теперь мы готовимся к богослужению. Батюшки не было. Он через две недели приезжает. Богослужение идет укороченное там сколько там 45 минут. А в Сербии православной у них 45 минут литургия идет. Я считаю это правильно. Так у нас 45 минут. А еще две проповеди златоузы считается в этих 45 минутах. 50 там час. Больше что у нас не бывает. Сразу заходят в трапезную. И собрание. Какие события. Кому помочь. Кто где. После собрания мы рядом уходим домой обедать. А там приходят уже они. Что-то из дома привозят. Трапезы. Поели там. Если гости есть тут же остаются. Вот Миктор приехал. Беспотеряевки. Игорь Глушков. Они тут же были. Пообедали. И начинается занятие. Сейчас вот занятие Колоссянам. Первая глава вчера была. А тут по скайпу первая глава послания к римлянам. Это вот событие. Кончилось занятие. Братья сразу собираются на благовестие. А какое благовестие. Иконы. Так сказать. Раздают Евангелие. И говорят. Вчера я видел. Вот. Следующие там. Через неделю будут ролики. Никита больше всех там беседовал. Останавливается. Беседует. Предлагает им. Вчера никто через дорогу идти. Там уже не остановились. Ну то есть. Как-то. Там Виктор был. Что-то его мало снимали там. Кто снимал-то Володя. Снимал его. Не видно было. Вот это. Какой у нас был день. Приходит. Уже темняется. Представьте. Встали в темноте. И приходят. Уже сумерки идут. Ну а тут зашли. Тогда уже дома мы. В печку топим. События наши. Принимаем. Кто тут побеседовать хотел. По скайпу. Запишем. Будут ролики. Новые. Это вот у нас такая. Такая идет жизнь. Стараемся другого поддержать. Заботимся. Вот на собрании я сказал. Чтобы искали волонтеров. Нынче лагеря уже не будет. А жители Потеряевки. Приглашают к себе отдыхать. По домам. И все время советуемся с юристом. У нас свой есть юрист. Хороший. С красным дипломом закончил. Работал в краевой прокуратуре. По особо важным государственным преступлениям. Вот. А теперь у них частная компания какая-то. Адвокат в Москву постоянно вызывает. Там люди знают их. И хотят чтобы. Ну защищает не убийца. Какие-то там дела такие. Ну вот и все. События прошедшего дня. Пом incidentally. Побеспор. По обеспечении глазунцев. Чтобы он чувствует. Посталу. По-чтобы. По-чтобы. По-другому.